Участниками образовательного процесса, как известно, являются дети, педагоги и родители. Как выяснилось на конкурсе поваров школ и детских садов, впервые прошедшем в Ленинском районе, мастерам кулинарного искусства отводится далеко не последняя роль в этом процессе. Кто, как не они, берут на себя заботу о правильном, здоровом питании детей, в то время, пока те грызут гранит науки. Продолжая традиции, заложенные во времена Советского Союза, в Ленинском районе решили возродить конкурс профессионального мастерства поваров образовательных учреждений. Инициатива принадлежит комбинату питания «Экопродукт», который с января этого года организует питание в детских садах и школах Ленинского района. Чего это нужно? Для того, чтобы совершенствовалось все мастерство поваров. Первое. Для того, чтобы наши милые родители знали, чем кормят детишек. Финал конкурса проходил в Видновской школе номер 7. Самые большие в районе по числу учащихся. Каждый день повара кормят завтраками 1200 школьников. А вообще, в районах школы завтрак получают все дети, более 10 тысяч человек. Что 100% обучающихся с 1 по 11 класс получают завтраки каждый день бесплатно. И ежедневно бесплатные горячие обеды 100% получают детей, посещающих группу продленного дня. Себестоимость завтрака на одного ребенка меньше 30 рублей. Можно ли на эту сумму накормить вкусно и разнообразно? Горячим питанием вредно. Допустим, в меню входит запеканка с творогом, со сгущенным молоком, бутерброд с сыром, какао и фрукты. Блюда из школьных завтраков и обедов и входили в обязательную программу конкурса. Запеканка, какао и бутерброд с сыром. Суп гороховый, гречка с тефтелем и винегрет. Помимо стандартных блюд, повара готовили сюрприз. Мы сделали блюдо, короче, фантазия. Здесь ветчина, говяжий, свиной язык, шамбиньоны, грибочки, майонез и зеленый горошек. Каких только блюд-сюрпризов не было на столе. Салаты, горячие фантазию мастеров-кулинаров никто не ограничивал. А в завершении дегустации, так сказать, для создания хорошего настроения, члены жюри угостились выпечкой. Мы тоже не смогли пройти мимо, ведь только глядя на это чудо, настроение действительно поднимается. Отведав блюда в прекрасном расположении духа, члены жюри приступили к самому сложному – обсуждению и выбору команды победителя. Считаю, все молодцы повара, готовят очень вкусно. Оценивать не ещет, потому что я сама повар и могу оценить всех поваров. Мне очень понравились запеканки, вот я хочу сказать. Хотя мои дети не очень любят, мои дети любят мою домашнюю запеканку, но я думаю, что ту запеканку, которую я поставила наивысшие баллы, они тоже оценят. В результате больше всего баллов набрала команда в Видновской гимназии. На втором месте повара из Видновской школы номер 7 и третьими стали мастерицы из 9-й школы. 20 октября отмечается День повара. Я всех поздравляю поваров, которые у нас связаны с системой образования и дошкольного образования, и в наших школах. Спасибо им огромное за такой прекрасный, приятный и благородный труд. Команда-победитель будет представлять комбинат питания «Экопродукт» «Эленинский район» на межрегиональном конкурсе, который состоится на днях уже 17 октября в «Электростале». Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.